Уважаемые дамы и господа, уважаемый Юрий Борисович, сердечно приветствую всех участников презентации Ростовской области. Мы, как всегда, рады видеть здесь представителей федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, российских и зарубежных деловых кругов, средств массовой информации, сотрудников нашего министерства. Прежде всего, хотел бы поздравить Юрия Борисовича Слюсаря с недавним назначением, временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Желаем успешной работы, реализации всех планов по дальнейшему развитию региона, которые были заложены его предшественникам. Донская земля, как еще называют Ростовскую область, в числе ключевых регионов Юга России и в плане экономики, особенно сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры. Жители области всегда отличались не только гостеприимством и хлебосольством, зная это на собственном примере, но и глубоким уважением к своей многовековой славной истории. Здесь бережно хранят и чтят добрые традиции. На ростовской земле родились и сформировались уникальные таланты, внесшие неоценимый вклад в сокровищницу русской и мировой культуры. Великий Антон Чехов, лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов, Александр Солженицын, выдающийся музыкант Юрий Башмир. Ростовская область – родина донских казаков, известных неповторимой самобытностью и твердыми нравственными устоями. Они всегда являли собой пример истинного патриотизма. В будущем году мы будем отмечать 455 лет нахождения донских казаков на службе российского государства. Их потомки и сегодня продолжают славное дело своих предков, достойно защищают интересы России, в том числе в ходе специальной военной операции. Ростовская область – житница России, обладающая также впечатляющими промышленными и туристическими возможностями. Заслуживают внимания передовые наработки региона в сельскохозяйственном машиностроении, химической и пищевой индустрии, альтернативной энергетике. Во многом благодаря этому область относится к наиболее привлекательным, с инвестиционной точки зрения, субъектам Российской Федерации. Регион не останавливается на достигнутом, продолжает динамично развиваться. Сегодня он среди экономических лидеров России по валовому региональному продукту. В нашем министерстве приветствует нацеленность руководства области и ее предпринимательских кругов на привлечение иностранных инвестиций, расширение культурно-гуманитарных и туристических обменов. Регион осуществляет активное внешнеэкономическое и международное сотрудничество с более чем 140 государствами. Приоритетное внимание уделяется странам СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Со своей стороны будем и далее оказывать всю необходимую поддержку этим усилиям в интересах дальнейшего раскрытия масштабного экономического и культурного потенциала Ростовской области. Продолжим содействовать поиску новых надежных партнеров, готовых выстраивать связи во взаимовыгодном, деловом, неполитизированном ключе. Дорогие друзья, убежден, что сегодняшняя презентация позволит получить всесторонние представления о регионе, ближе познакомиться с ведущими донскими компаниями. Тем более, что многие из них широко известны не только в России, но и далеко за ее пределами, давно и активно работают с иностранными государствами. И в этой связи рассчитываю, что нашим зарубежным друзьям удастся выйти по итогам нашей сегодняшней презентации на обсуждение перспективных совместных проектов и инициатив. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие также вдохновит присутствующих и на личное посещение Ростовской области, на знакомство с ее историей, традициями, ее возможностями и уникальной природой. Благодарю за внимание.